Знакомьтесь, вотголд.ру. Это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет заполучить желанного зверя себе в ангар совершенно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Вотголд. Гарантия золота в каждой коробке. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. У меня есть инфа, которую стоит вам сообщить. Действительно весьма интересная. Заключается она в том, что разработчики в очередной раз кинули нам информацию. Вернее кусочек, я бы сказал, информации. Но на этот раз этого стало вполне даже достаточно, чтобы прояснить ситуацию. Похоже, нас ждут совсем скоро уже подарки для ветеранов. И разработчики, вероятно, долго уже ждать не могут и хотят это все анонсировать. Ну и давайте поконкретнее по ходу видео. Ну а для начала хотел бы показать вам победителя, который выиграл золото. Он выполнял ряд простых действий. Подписался на канал, поставил лайк и в комментарии указал ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Ты можешь абсолютно так же выиграть голду. Ну и, собственно, ты понял, что нужно сделать. Ну и так же хотел бы еще отметить, что если у вас отключена такая функция, как получение сообщений от незнакомых контактов, то при выигрыше есть вероятность, что я не смогу вам написать попросту, потому что это невозможно. Поэтому галочку эту убирайте из настроек. Это я говорю с целью того, чтобы вы не профукали голду. Итак, ребята, давайте, в общем-то, рассуждать, что же произошло. А именно, разработчики, похоже, троллят нас и немножечко присылают такие вот кусочки обрывки информации. И то непонятно, насколько это все правда. Но я думаю, вряд ли это ложь. И я думаю, что тут все сходится. Во-первых, найден, собственно, в файлах патч 1.6 Twitter-аккаунт разработчика. Это, похоже, ну, вернее, я бы сказал бы специальный Twitter-аккаунт, который был заготовлен, собственно, разработчиками для того, чтобы нам сообщать информацию. Такой вот, не знаю, пасхальная инфа, короче. И, собственно, вы можете без проблем даже сами это все найти. И если перейти на этот Twitter-аккаунт, там он создан 2019 года, как раз в июле. И первое сообщение было о том, что там, я уже точно не помню, вот сейчас посмотрю. Короче, ну, для начала вот, хотя на самом деле это не начало и не конец, а самая середина. Я публиковал такой вот интересный значок, который, по сути, мало что дает нам понять. Второе сообщение было, то есть каждый день какое-то сообщение появляется. Второе сообщение – это, в общем-то, тикет, то есть билеты и сообщение «Смотрите, что есть». Хотя с этого, на самом деле, стоило бы начать. Ну, и такие вот дела. То есть, вероятно, тикет с билеты выдадут как раз некоторым игрокам. И вот сегодня, вернее, вчера сообщение вышло, сегодня еще не выходило. Я думаю, что вы можете понять основной посыл. Но не забывайте, что цифры тоже имеют значение. И написано «7», «8». Собственно, вы наверняка знаете, что в основном в нашей игре, ну, уже много лет. По-моему, сколько там ей уже исполнилось. Ну, короче, дофига у нас игроков, ветеранов, которым по 7-8 лет, можно так сказать, в игре. По крайней мере, они уже такие вот старички. И, можно так сказать, старожилы, которые помнят разные времена становления танков и их падения в некоторых моментах. Ну, и, собственно, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вероятнее всего, очень-очень-очень вероятно, что это обозначение подарков ветеранам. То есть, за 7 лет, за 8 лет. Тут, конечно, нету вообще практически никаких подробностей. Но понятно, что награждать будут тех, у кого 7 или 8 лет. Ну, скорее всего, скорее всего, ну, я не думаю, что разработчики как-то захотят обидеть новых игроков. Ну, как новых, относительно новых, там, у которых 6 лет, там, 5 лет и так далее. Просто две цифры опубликовали, чтобы стало понятно. Ну, а те, у кого лет в танках поменьше, их тоже, я думаю, наградят. Может быть, награды будут чуть поменьше. Собственно, как в прошлом году, разработчики наградили хорошо тех, кто там 8 лет играл. Ну, и неплохо тех, кто там 7-6 лет играл. Ну, меньше всего призов получили те, кто играл там 1, 2, 3 года. Даже таких награждали. Поэтому, если вы вот давно играете в танках, то я могу сказать, что вот такой вот презент готовится для вас. Какой именно? В прошлый раз был танчик, боны, серебро. Там, 5000 бон, 5 миллионов серебра. Прям танк, акционный, правда, Т-52. Ну, и там всякие эмблемки, что-то, и ветераны, все такое. Но, стоит отметить, что в недавних ответах разработчиков говорилось о том, что подарки для ветеранов будут, заявили громогласные разработчики города. И, в общем-то, вероятно, готовится что-то прям очень, очень особенное для ветеранов игры. То есть, скорее всего, это не сравнится с тем, что было в прошлом году по халявности. Это, в общем-то, типичный такой шаг разработчиков к тому, чтобы вернуть старых игроков. Ведь не секрет, что многие со временем очень сильно разочаровались в игре. Кому-то не понравились колесники, кому-то арта. Даже есть люди, которым не понравился нерф арты, хотя кто-то скажет, что это не нерф, но ребаланс, короче, арты. В общем, каждый нашел все причины со временем и ушел из игры. Но совершенно не секрет, что многие игроки World of Tanks, это какой-то феномен, я не знаю. Наверное, в других, может быть, играх тоже такое есть. Но в World of Tanks это просто повсеместно встречается. То есть, сколько таких игроков я видел, которые там ноют где-нибудь там под видео танковым. Или еще где-нибудь, что они ненавидят игру. Я ненавижу игру. Я вообще это терпеть ее не могу. Я не играю уже три года. И еще так гордо заявлять, я не играю три года и месяц. Понимаете, как бы, логику, что они могли вообще, ну, не играть. То есть, каждый сам выбирает для себя. Но они могли бы не писать, понимаете, где, ну, вот именно на форумах. То есть, может быть, им, конечно, интересно. Но по факту-то эти игроки еще не полностью потеряли связь с танками. И все-таки где-то в глубине души они готовы вернуться. Но для этого их нужно подтолкнуть. И вот как раз подарки ветеранов, для ветеранов, и могут подтолкнуть таких игроков вернуться. Хотя бы на время. Чему разработчики, конечно, будут несказанно рады. Потому что статистика говорит о том, что, конечно, не все, кто вернулся, они останутся. Но кто-то, да, останется. Я думаю, это немаленький процент. Какие подарки могут быть? А вполне вероятно, что разработчики на этот раз прям вообще будут с барского плеча благодарить ветеранов игры. А именно давать, может быть, там даже премиум танки, голду, премиум аккаунт, боны, боновое оборудование, улучшенные вот эти вот плюшки. Ну, временные, тоже боновые, как их там называют, ну, короче, вы поняли. Потом, может быть, камуфляжи, может быть, какой-нибудь 3D стиль даже. И тут еще закрадывается вопрос, а что за билеты, блин? Куда билеты? Там в цирк, что ли? Ну, вроде рандом открыт всегда, и можно зайти в любой момент в него. И всегда там цирк полный творится практически. Но, возможно, разработчики вводят такой тоже ветеранский режим. Вернее, не то, что возможно, это 100% известно, что он добавится. Это, конечно, у нас режим танковой гонки. Но я думаю, он будет доступен для всех. Будет глупо, если РВГ его введут только для ветеранов. Но тут непонятна связь. Может быть, какие-то особые привилегии будут с помощью этих билетов. Ну, не просто так же все-таки их вводят. Итак, ребята, как вы поняли, готовится абсолютная халява для ветеранов. И, судя по всему, ждать осталось недолго. Вы, наверное, зададите резонный вопрос. А, блин, как вообще получить эти награды-то? Ну, очевидно, что нужно просто будет зайти в момент, когда награды эти введут. Я думаю, ждать осталось недолго. И самое главное, что тут стоит отметить, если вы вот сейчас не играете в игру... Ну, не играйте в игру, извините, не играйте в нее, короче. Ну, потому что, если вы вот сейчас вот сыграете боек или два бойка, то, по сути, вы превратитесь из... Вернее, из неактивного игрока, да, в активного. И в таком случае, картошечка, когда будет вас приглашать в игру, вы не получите дополнительные плюшки. Осталось ждать-то недолго. Ну, если вы не играете, то есть, какая разница, там, вы не поиграете еще недельку, там, или еще, там, две недельки. Все равно зайдете. И для тех, кто давно не играл, для них, наверное, халявы, вероятно, будет больше. Потому что это возвращательная активность, специальная нацеленная на тех, кто ушел из игры. Ну, и частично на тех, кто играет в нее, и давно играет их, и хотят их наградить, тем самым, за это. Чтоб они тоже не уходили никуда. Ну, и поэтому, если не играете, то не играйте. Если играете, то, скорее всего, уже слишком, так скажем, поздно. То есть, времени, наверное, осталось немного. Поэтому играйте дальше. Вот такие вот рекомендации. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока.